Всем привет! С вами Александр Позуренко и в данном уроке мы поговорим о том, как создать трехмерную модель Сакуры. Вам потребуется 3D Max и плагин для создания растительности GrowFix. Плагин GrowFix можно скачать на сайте разработчика xll.com. Доступна 30-дневная бесплатная демо-версия, при помощи которой вы можете обучаться и выполнять уроки. Настроим системные единицы. Переходим в Customize, Unit Setup, Display Unit Scale, выбираем миллиметры. И System Unit Setup, один юнит это один миллиметр. Нажимаем ОК и еще раз ОК. Так я делаю для интерьерных сцен. Далее переходим в окно проекции перспективы, панель Create, из списка выбираем xll и выбираем объект GrowFix. И в центре сцены создаем объект. Размер иконки поставим 20 миллиметров. Далее создадим путь. Итак, здесь справа нажимаем Great Path. Путь можно переименовать. Назовем его Ствол. Путь я назвал Trunk. Далее перейдем к распределителю пути. Нажимаем Distributors. Нажимаем Great Distributor. И выбираем первый вариант, Distributor. Нажимаем ОК. Так, у нас появился путь. Сейчас отображение во вьюпорте у нас в виде линии. Далее сделаем следующее. Перейдем к параметрам Direction Modifiers. Итак, длина пути, Length Path, поставим 360 миллиметров. Нажмем Zoom Extend Selected. Так, теперь параметр Steps поставим 2 миллиметра для данного пути. Далее, Modifier List, добавим модификатор. Нажимаем Great Modifier и выбираем Noise Direction. Нажимаем ОК. Далее переходим к параметрам данного модификатора. И в Scale поставим 114 миллиметров. Далее воспользуемся параметрами String. Воспользуемся с графиком. Нажимаем Open Graphic и создадим точку на графике. Выбираем Add Point. Создаем примерно вот в этом месте точку. И подредактируем параметр. Итак, первый параметр поставим 26. Следующий параметр 293. Нажмем Zoom Extends. Теперь выбираем инструмент Move. Выделим точку, правая кнопка и выбираем Baseye Smooth. Далее выделим данную точку. Подредактируем Baseye примерно вот таким вот образом. Теперь вот эту точку на графике, правая кнопка и здесь выберем Corner. И получаем вот такой вот график. Посмотрим на наш путь. Далее подредактируем параметры в Noise Direction, параметр X и параметр Y. Итак, по X поставим значение 0,056, а по Y 0,21. Можно изменить цвет пути в Wire Color. Допустим, выберу белый. Перейдем к параметрам Mesh. Нажимаем Mesh Builders. Далее нажимаем Create Mesh. Выбираем Cylinder Mesh. Нажимаем ОК. Итак, подредактируем параметр Radius. Нажимаем Open Graphic. Можем включить отображение Mesh. Viewport Display. Нажимаем Mesh. Итак, редактируем график. Выделяем первую точку. И задаем следующие параметры. Итак, первая координата 0, вторая координата поставим 24. Нажимаем Zoom Extends. Далее нажимаем Add Point. Создаем точку примерно вот в этом месте. И задаем следующее значение. Итак, первая координата 9, вторая координата 29. Правая кнопка. И выбираем Bazier Asmus. Создадим еще одну точку. Примерно вот в этом месте. И задаем координаты. Первая координата 15. Вторая координата 17. Тоже правая кнопка. И выбираем Bazier Asmus. Редактируем Bazier. Выбираем Move. Теперь выделяем последнюю точку на графике. И задаем следующее значение. Итак, первая у нас 100. Координата 2, координата 3,8. Немножко подредактируем Bazier вот здесь. Примерно вот таким вот образом. Закрываем график. Как вы видите, сетка получилась очень плотная. Давайте ее подредактируем сейчас. Итак, снимаем галочку Optimize Face. И количество сторон Sides поставим в значение 18. Уже стало значительно меньше полигонов. Теперь давайте в верхней части закроем нашу геометрию. Итак, нажимаем Spherical Cup End. И внизу то же самое сделаем. Открыто, да? Нажмем Spherical Cup Start. Нажмем 7 на клавиатуре для того, чтобы включилось отображение количества полигонов. Итак, в левом верхнем углу мы видим количество полигонов. Далее создадим ветки. Создаем новый путь. Путь называем в branch01. Создадим распределитель. Нажимаем Agree Distributor. Выбираем Path Distributor. Нажимаем ОК. Далее в параметрах Starging Path нажимаем Add и выбираем Trunk. Если сейчас включить отображение линий, то мы увидим вот этот наш второй путь в branch01. А далее подредактируем параметры пути. Если увеличивать параметр Density, то будет увеличиться количество веток. Но мы воспользуемся графиком. Нам необходима определенная зависимость. Итак, нажимаем Open Graphic. Для первой точки координата первая 0, а вторая 0,8. Добавим еще одну точку. Это Point. Итак, первая координата 50, а вторая координата 0. Zoom Extents. Далее добавим еще одну точку. Вот здесь первая координата 86, а вторая 0,45. И для последней точки выделяем точку. Итак, первая это 100, а вторая 0,8. Закрываем график. Подредактируем параметры Turn Axis. Так, поставим значение 314. Далее, range параметры Start. Поставим значение 30%. Далее, параметры Count. Поставим 2. Была единица, поставили 2. Так, и параметры Angle Band. Поставим значение 90. Теперь перейдем к настройкам Direction Modifers. Перейдем в Direction Modifers. Длину пути поставим 320 мм. Параметры House поставим 5. Далее, параметры Steps поставим 4 мм. А теперь можно добавить модификатор. Итак, Modifier List. Добавляем модификатор Random Direction. Нажимаем ОК. Здесь параметр Smoothie. Поставим значение 2,3 мм. Добавим следующий модификатор Hard Band. Нажимаем ОК. Здесь снимаем гаечку Bend by Angle. Position вставляем 20. House Position поставим значение минус 26. Добавим еще один модификатор. Vector Direction нажимаем ОК. И Vector Direction поставим параметр Strange 10. Далее, добавим Mesh для веток. Итак, Mesh Builder. Добавляем Mesh. Выбираем Cylinder Mesh. Нажимаем ОК. Итак, параметры радиуса. Воспользуемся графиком. Нажимаем Open Graphic. Выделяем первую точку на графике. Итак, первая координата 0, а вторая координата 4. Нажимаем Zoom Extents. Не снимая выделение с этой точки, правая кнопка, базе Corner. И редактируем график примерно вот таким вот образом. Сейчас мы можем включить отображение Mesh. Итак, Vapor Display. Нажимаем на Mesh. Еще немножко подредактируем график. Примерно вот так. Теперь минимальный радиус поставим 0,5 мм. И количество сторон минимальное. Сейчас стоит 3. Видите, что в начале ветки идет большое количество сторон. И на уменьшение уже идет вот здесь 3 стороны. Я поставлю параметр Min Sides 4. Так, и отключаю галочку Optimize Face. И количество сторон Sides оставляю по умолчанию 12. Ну и соответственно на конце веток необходимо закрыть. Поэтому я нажимаю Spherical Cap End. Сейчас, как вы видите, ветки одинаковой длины. Подредактируем это. Переходим в Distributor. Параметр Path Position. Open Effect Parameters. В эффектах нажимаем Great Effect. Раскрываем цветок Branch 01. Выбираем Length. Длина. И нажимаем ОК. Здесь воспользуемся графиком. Напротив фактор. Нажимаем Open Graphic. И здесь редактируем точки. Итак, первая точка. Выделяем ее. И задаем следующие координаты. Первая координата 0, а вторая 1 и 2. Так, теперь выделяем последнюю точку на графике. Первая координата 100, а вторая 0, 32. И редактируем базе. Выделяем первую точку. Правая кнопка. Базе Corner. И примерно вот таким вот образом редактируем базе. Далее создадим еще одну зависимость. Чем выше ветки расположены, тем они тоньше. Нажимаем Great Effect. Branch 01. И выбираем Cylinder Mesh. Раскрываем Cylinder Mesh. Выбираем Radius. Нажимаем OK. И тоже здесь воспользуемся напротив фактора. Нажимаем Open Graphic. Раскрываем график. Выделяем первую точку. Значит, первая координата 0, а вторая 1 и 7. Выбираем вторую точку на графике. Итак, первая координата 100, а вторая координата 0. 48. Выделим первую точку. Правая кнопка. Базе Corner. И редактируем базе примерно вот таким вот образом. Закрываем график. Добавим в верхней части ветку. Вот это место, где у нас заканчивается ствол. Переходим в пути Branch 0.1 к дистрибьютору. Нажимаем Create Distributor. И выбираем Path Position Distributor. Нажимаем OK. Далее нажимаем Add Path. Выбираем Trunk. И Position нажимаем Add Position. И получается вот такая вот длинная веточка. Сейчас мы ее обрежем. Переходим в Direction Modifiers. Добавляем модификатор. И выбираем Trim. Нажимаем OK. И сейчас обрежем эту ветку. Выбираем Trim Line. Для удобства можно перейти в режим отображения линии во вьюпорте. И отрезать ветку там, где нам это необходимо. Допустим, вот здесь. Снова включаем Mesh. И теперь выглядит достаточно хорошо. Далее добавим ветки второго уровня. Давайте включим отображение линии во вьюпорте. Теперь нажимаем Great Path. Переименуем путь. Нажимаем его Branch 02. Нажимаем Distributors. Create Distributor. И выбираем Path Distributor. Нажимаем OK. Далее. Нажимаем Add Path. Выбираем путь Branch 01. Ветки у нас создаются на этом пути. Итак. Видим отображение веток. Подредактируем параметры. Для того, чтобы было понятно, какие я вношу изменения, я начну с параметров Direction Modifers. Итак. Длина пути мы поставим 80 мм. Параметр House поставлю значение 10. То есть, чем выше данное значение House, тем больше будет веток разной длины. House 10. И параметр Steps я ставлю 2 мм. Итак. Добавим модификатор. Нажимаем Grid Modifier. Выбираем Random Direction. Так. Параметр Smooth подредактируем. Поставим значение 1.6. И Max Angle поставим значение 12. То есть, Random это случайным образом происходит распределение. Так. Следующий модификатор. Вектор Direction. Вектор Direction выбираем. Нажимаем OK. Значит, вектор Direction поставим значение Strange 20. Итак, добавили модификаторы направления веток. И хочу продемонстрировать, как работает параметр Steps. Чем выше Steps, тем меньше отрезков пути. Вот, допустим, Steps поставлю там 50 мм. Да, и видно, насколько мало отрезков пути. Чем выше, соответственно, более точный получается результат. В нашем случае здесь 2 мм. Но, соответственно, больше будет плотность в геометрии. Далее перейдем к параметрам Path Distributor. Итак, здесь мы параметр Levels поставим 2. То есть, на этих ветках, которые уже есть, появляются еще веточки. То есть, 2 уровня. Далее параметр Density. Так, Density поставим значение плотности, поставим 0.6. Параметр Turn Axis. Ось поворота веток, поставим значение 250. Ну и параметр Start. У нас стоит по умолчанию 0, а на Start я поставлю 15%. То есть, ветки начинают расти с 15% пути. Далее параметр Angle Divergence. Здесь мы поставим значение 240. Значит, данный параметр – это угол расхождения веток. Есть еще один параметр Angle Band. Он как бы отвечает тоже за угол наклона. Здесь составим значение 60, как и было. Не забывайте периодически сохраняться. Далее добавим Mesh построитель. Vport Display. Нажмем Mesh. Теперь в пути Branch 02, Mesh Builders. Нажимаем создать Mesh. Cylinder Mesh. Нажимаем ОК. Так, вот они наши ветки. Теперь параметр Radius. Open Graphic. Итак, первая координата для первой точки 0. И вторая координата 2.4. Для второй точки 100. И вторая координата 0.35. Выделяем первую точку, правая кнопка, базье Корнер. И базье редактируем примерно вот таким вот образом. Далее параметр Минимальный радиус поставил значение 0.5 мм. Минимальное количество сторон 3. То есть в начале у нас пути много сторон, а в конце пути уже 3. Ну и соответственно закрываем. Cap делаем, нажимаем на Spherical, Cap End. Так, и здесь у нас галочка Optimize Face включена. То есть если ее снять, то видно, что количество полигонов не оптимизировано. Галочку Optimize Face оставляем. Включим отображение линии во вьюпорте. Обратите внимание, что ветки бренч 0.2 у нас одной длины. Необходимо это изменить. Для этого переходим в Distributors. Параметр Path Position. Нажимаем. И нажимаем Great Effect. Здесь выбираем Branch 0.2. И выбираем параметр Length длины. Нажимаем ОК. И здесь воспользуемся графиком напротив фактора. Нажимаем Open Graphic. Первая точка на графике у нас остается без изменения. Выделяем вторую. И во второй координате поставим 0.42. Редактируем базе. Примерно вот таким вот образом. Значит, ветки Branch 0.2 у нас имеют два уровня. Вот если один уровень, вот если два уровня. Вот ветки второго уровня данного пути. Нам необходимо тоже для них сделать подобную зависимость. Итак, закрываем эффект. И напротив Parameters Levels нажимаем Open Effect Parameters. Нажимаем Create Effect. Branch 0.2. Раскрываем свиток. Выбираем Length. Нажимаем ОК. И тоже здесь воспользуемся графиком напротив фактора. Нажимаем Open Graph. Здесь мы график менять не будем. Оставляем по умолчанию. И закрываем график. И закрываем эффект. И получаем вот такой вот вид наших веток. Теперь можем отключить отображение меша. Далее добавим новый путь. Это будут веточки, на которых будут располагаться цветки. Ну, по типу, как почки растения. Итак, нажимаем Создать новый путь. Назовем его тоже Branch 0.3. Итак, Distributors. Great Distributor. Выбираем Path Distributor. Нажимаем ОК. Перейдем в отображение линии. Значит, в Path Distributor. Нажимаем Add Path. И выбираем Branch 0.2. В зеленом отображается данный путь. И можно выбрать любой другой цвет. Для линии. Далее подредактируем параметры Direction Modifers, параметры Length. Итак, длина. Поставим 2 мм. Далее параметры House. Для длины поставим 10. И параметры Steps поставим 3 мм. Так, можно добавить модификаторы. Great Modifier. Выбираем Random Direction. Нажимаем ОК. И Random. Поставим значение 1.6. 6 мм. Далее. Вектор Direction. Значит, Vector Direction. Параметр Strength. Поставим 40. А теперь подредактируем параметры плотности. Значит, вернемся в дистрибьютор. Павдистрибьютор. Итак, параметры плотности. Density. Поставим значение примерно 4.5. Так, здесь остальные параметры оставляем по умолчанию. Единственное, что параметр Angle Band. Я поставлю значение 80. Далее подредактируем параметр Start. Поставим значение примерно 50. Далее перейдем к параметрам Mesh. Включим отображение Mesh во Viewport. Поближе посмотрим на наши веточки. Итак, Mesh Builders. Слиндер Mesh. Нажимаем ОК. Далее параметры радиуса. Open Graphic. Выделяем первую точку на графике. Первая координата 0, а вторая 0,4. Далее. Выделяем вторую точку. Первая координата 100, а вторая координата 0,0. 9, 2, 0, 9. Закрываем график. Теперь параметр минимального радиуса. Минимальный радиус мы поставим 0,2 мм. И включим spherical Cup End. Далее подберем нужную текстуру. И создадим текстурные координаты для всех путей. Для начала сделаем следующее. Перейдем в Render Setup. Common параметр Assign Render. В качестве визуализатора я выбираю в Ray. Далее открою материал Editor. И выбираю пустую ячейку. Нажимаю на стандартные и создам материал Multisub Object. Нажимаем ОК. Здесь тоже нажимаем ОК. Set Number поставим 2. У нас будет 2 материала. Сам материал назовем Sakura. Значит, первый материал. Заходим в него. Нажимаем на стандартные и выбираем материал в Ray MTL. Это будет материал для нашего ствола. И сейчас на Defuse назначим текстуру. Перейдем на сайт CGTexource. Далее переходим в Wood. Bark. Заходим во вторую библиотеку. И здесь скачиваем данную текстуру. Она уже бесшовная. Этот вариант скачиваем доступен в маленьком размере. 350 на 700 пикселей. Но вполне подойдет. Для того, чтобы посмотреть, как она повторяется, можно нажать на 3D Tiling Preview. Видно, как повторяется текстура. Скачанную текстуру сохраняем в ту же папку, где находится файл 3D Max. Далее в Photoshop открываем текстуру и подредактируем ее яркость. Переходим в Image, Adjustment, Яркость и Контраст. И параметр яркости поставим в минус 60. Нажимаем ОК и файл Save. Качество максимальное. Нажимаем ОК. Переходим в 3D Max. И для нашего первого материала на Defuse назначаем Bitmap. Ищем текстуру. Назначили текстуру. Теперь нажимаем Show Shaded Material in Viewport, для того, чтобы текстура отображалась во Viewport. Не снимаем выделение с нашего дерева. Нажимаем Assign Material to Selection. И материал назначился. Давайте этот материал назовем Trunk. Далее настроим текстурные координаты. Пока закроем Material Editor. Выделим путь Trunk. Далее перейдем в Mesh Builders. UVW Mapping. И здесь настроим параметры таллинга. Итак, таллинг по ширине. Поставим 1,5 значение. Далее таллинг по длине. Здесь мы поставим значение 5. То есть 5 раз у нас повторяется данная текстура. Далее выделим путь Brunch 0,1. Тоже переходим к мэппингу. И параметр по ширине. Тайл поставим значение 0,8. Тайл по длине поставим значение 3. Посмотрим, что получается. Вот ветки. Brunch 0,2. И ствол у нас уже затекстуренный. Далее Brunch 0,2. Переходим к мэппингу. Значит, тайл по ширине поставим 0,25. Тайл по длине поставим 1,5. И последний Brunch 0,3. Тайл по ширине поставим значение 0,25. Тайл по длине поставим 0,5. Далее создадим цветки. Так, выделяем нашу модель. Создаем новый путь. Называем его Flowers. Далее переходим в Дистрибьютор. Далее выбираем Path Position Distributor. Нажимаем ОК. Добавим пути, на которых будут располагаться данные цветки. Эт Path. И выбираем, в принципе, все пути. Trunk, Brunch 0,1, 0,2, 0,3. Далее переходим в Position. Add Position. Так, теперь параметр длины для данного пути. Включим отображение линии. Параметр длины. Значит, здесь мы поставим значение 5 мм. Параметр House поставим в значение 10. И параметр Steps поставим 0,8. Изменим цвет для наглядности. Вот наши листики, цветки. Теперь сделаем следующее. Добавим Mesh Builder. Great Mesh Builder. И здесь выбираем стандартные листья. Нажимаем ОК. Значит, тип листьев выбираем вот такой вот, шестой. Далее параметры Size поставим 5 мм для лепестков. Включим отображение Mesh. Вот наши листики. Material ID поставим 2. Так как у нас листья это будет второй материал. Теперь необходимо подредактировать параметры Distributor InPoint. Значит, параметр Count. Это количество наших лепестков. Поставим Count 5. Далее переходим к параметру Angle Band. Здесь мы поставим значение 72. Параметр House поставим 7. Далее перейдем в Direction Modifiers и добавим модификаторы. Так, первый модификатор. Ну, единственный, который здесь будет, это Vector Direction. Нажимаем ОК. Выбрали Vector Direction и параметр String. Поставим значение минус 55. Далее перейдем на сайт с текстурами. Раздел Nature. Flowers. Я перехожу на третью страницу. И выбираю вот такой вот цветок. Так, скачиваем данную текстуру. Открываем в Photoshop. И выберем нужный нам лепесток. Так, выбираю инструмент Rotate. Разворачиваю примерно вот таким вот образом. Apply. Выбираю инструмент Crop. Выделяю. Края. И вот таким вот образом обрезаю. Далее добавлю новый слой Layer. New Layer. Нажимаю ОК. Выбираю инструмент Пипетка. И у края лепестка выбираю цвет. Теперь делаю заливку этому слою. И этот слой располагаю под вторым слоем. Вот примерно вот таким вот образом. Даже можно немножечко темнее вот этот слой сделать. Ну, примерно вот так. И можно выделить слой с лепестком. И слегка размыть при помощи резинки края. Примерно вот так. Теперь объединим слои Layer Merge Visible или Merged Down и файл Save. Возвращаемся в 3D Max. Открываем Material Editor. Выделяем наш материал. И для второго материала выбираем материал тоже в Ray MTL. На Default назначаем нашу текстуру цветка. Включаем Show Shaded Material in Viewport для того, чтобы текстура отображалась на наших цветках. Немного подредактирую соотношение длины и ширины для лепестков. Итак, в MeshBuilder, Length и Width параметр. Значит, я поставлю значение 0.8. Более округлая форма получается. Вернусь я к материалу. Итак, второй материал называю Flowers. И смотрим, что получилось. Сейчас наше дерево выглядит вот таким вот образом. Давайте немножко его доработаем. Так, выделяем дерево. И здесь настройка Grow Fix. У нас есть параметр Seed. Если каждый раз нажимать на New, то будут генерироваться случайные величины. И объект, наше растение, будет каждый раз выглядеть немножко по-другому. Таким вот образом я подобрал нужную величину. Значит, вот данное значение, которое у меня. Сейчас я выделю инструмент Select and Rotate. И немножечко разверну дерево. Ну, вот таким вот образом. Как видите, у меня получилась вот такая вот изогнутая форма. Далее я выделю путь Branch 01. Перейду к параметрам Distributors. А именно к параметрам Start. Вектор Angle Axis. И параметр, поставлю здесь значение 60. И ветки у меня располагаются вот таким вот образом. При желании можно еще менять параметр Turn Axis. Ну, примерно вот так. Вернусь к пути Trunk. Перейду в Mesh Builders. Радиус. И немножко подредактирую график. Вот эту внешнюю часть я хочу сделать, чтобы было чуть-чуть поуже. Поэтому выбираю инструмент Move и выделяю вот эти три точки на графике и чуть-чуть опускаю вниз. Потом выделяю вот эти две точки на графике и также опускаю немножечко ниже. Примерно вот так. Закрываю график. Далее я перейду к веткам Branch 02. Перехожу к Distributors. Range Parameters. И поставлю галочку Start Instantly. Это немножко придаст гущины для веток Branch 02. То есть было вот так, а стало вот так. Далее перейду к пути Branch 03. Немножечко ближе посмотрю на ветки. И также в распределителе параметры Range Parameters, а именно параметр Start, я поставлю значение не 50, а 20. И опять-таки это тоже добавит гущины и у нас появится больше цветков на нашем дереве. Вращаю в Viewport и посмотрим, что получилось у нас в финале. Так, у нас получилась вот такая вот красивая сакура. Обратите внимание на количество полигонов. Примерно 420 тысяч. В принципе, это не мало, но и немного. Для такого детализированного дерева вполне достаточно. Далее сделаем визуализацию и посмотрим, как будет выглядеть на рендере наше растение. В архиве к уроку у вас имеется готовая студия для рендера. Распакуйте архив и разместите там же, где находится основной файл с сакурой и текстурами. Далее сделаем следующее. Открываем эту сцену. Называется она Sakura Bansai Tutor Sen. Нажимаем Open. Скорее всего, у вас появится сообщение, где необходимо будет принять те настройки гаммы, которые в этом файле, в новом. Значит, настройки гаммы у меня следующие. Customize, Preferences, Gamma. Как видите, рендер я делаю в гамме 2.2. Далее посмотрим, как выглядит эта сцена. Итак, мы видим стену с рисунком, видим пол деревянный. Далее у нас есть три источника света, слева и справа. Raylight, которые имитируют софтбоксы. Они вот такого вот большого размера, дают мягкие тени и боковой свет. И по центру, за камерой расположен вот такой вот маленький Raylight. Это по типу вспышки. Дает яркий свет и дает жесткие тени. Ну и, соответственно, в сцене стандартная камера. В последствии я добавил еще один источник света. Это стандартный Direct Light. Для того, чтобы сделать тени более четкими, придать глубину изображению за счет теней. И также сделал цвет для освещения более теплый. Далее ставим в сцену GrowthX Object. Переходим в File, Import, Merge. Выбираем файл сакуры. Нажимаем Open. Выбираем GrowthX Object и нажимаем OK. Итак, объект добавился в сцену. Разумеется, вы должны разместить его в центре вазончика. Примерно вот таким вот образом. Теперь переходим в ракурс камеры. Нажимаем C на клавиатуре. Далее нажимаем Shift-F для того, чтобы видеть рамки изображения. Ну и, соответственно, сам размер изображения вы должны настроить. Переходим в Render Setup. Common Parameters. Я настроил следующий размер. Ширина и высота изображения 1000 пикселей. Немного о материалах в сцене. Я их уже настроил. Давайте откроем Material Editor. Выберем пустую ячейку. Выберем инструмент Pick Material и укажем на Вазон. А как видите, это мультиматериал. Первый – это Вазон. Второй – это Земля. Третий – это Трава. И четвертый – это Камни. Каждый материал имеет текстуру для диффуза, текстуру для отражения и для рельефа. Можете посмотреть, как эти материалы настроены. Нам остается только доработать наш материал дерева и материал цветков. Итак, я выбираю пустую ячейку, выбираю инструмент Pick и указываю на GrowFix объект. Итак, доработаем первый материал, Trunk. Далее откроем текстуру коры нашего дерева в Photoshop. И сделаем следующее. Переходим в Image, Adjustment и обесцветим. Выбираем Destroyed. Мы сделаем сейчас текстуру для отражения и для рельефа. Далее подредактируем яркость. Яркость поставим плюс 15 и немножечко контраста, плюс 5. Нажимаем ОК. Теперь сохраним под другим именем файл, Savas. Выбираем формат. Был JPEG, значит тоже выбираем JPEG. И сохраняем под названием, просто в конце можно добавить Bump. Нажимаем Сохранить. Далее вернемся к материалу Trunk. И на слот Reflect назначаем текстуру, которую только что создали. Выбираем Bitmap. Выбираем текстуру. Так, и настроим параметры Highlight Glossness и Reflect Glossness. Итак, Highlight Glossness для бликов поставим 0.7. Reflect Glossness поставим 0.75. Обязательно ставим галочку Threstling Reflection для более реалистичного отражения. И параметр Subdiff стояло 8, поставим 24, чтобы не было шума на материале. Так, теперь перейдем к слоту Bump. Можно скопировать из слота Reflect текстуру. Зазначаем на Bump. Выбираем тип как Instance. Нажимаем ОК. И Bump поставьте значение примерно 10. Думаю, вполне будет достаточно. Так, материал наш готов. На превью выглядит он следующим образом. И материал цветка. Сейчас у вас там стандартный материал в ReMTL. Значит, параметр Reflect назначим цвет. Итак, цвет серый. Значение Valery поставим 50. Нажимаем ОК. Галочка Threstling Reflection должна быть включена. Параметр High Glossness 0.8. Reflect Glossness 0.85. И параметр Subdivs поставим 24. И сделаем так, чтобы материал имел свойство просвечиванности. Для этого будем использовать материал Vray to Site MTL. Для этого нажимаем на Vray MTL. Далее переходим к Vray материалам. И выбираем Vray to Site MTL. Нажимаем ОК. Выбираем Keep Old Material. То есть, сохранить старый материал как Submaterial. Нажимаем ОК. Так, параметр прозрачности. Поставим значение 180. Параметр Valery. Цвет серый. Нажимаем ОК. И видите, у нас исчезло отображение текстуры. Можно зайти в Front Material и нажать Show Shared Material in Viewport. Все, материалы готовы. Закрываем Material Editor. Если вас интересуют настройки для рендера, вы можете перейти в Render, Vray и посмотреть все настройки, которые установлены. Они достаточно простые. Здесь глобальное освещение используется. И Radiance Map. Light Cache. Значит, яркость освещения я регулирую следующим образом. Нажмем 8 на клавиатуре. И в Environment Effects, настройка экспозиции, у меня выбрана настройка Vray Expositional Control. Значит, здесь я изменил только параметр ISO. Значит, было 100, я поставил 250. Чем больше будет данное значение, тем ярче будет изображение. Ну и баланс белого я выбрал нейтральный. Все, теперь можно рендерить. Нажимаем Render Production. В Vray Frame Buffer у вас может быть включена галочка Display Color in sRGB Space. Данную галочку мы отключаем. И видим, как рендерится картинка в гамме 2.2. Так, дождемся рендера и посмотрим, что получается. После рендера у вас должен получиться примерно вот такой вот результат. Если вы счастливый обладатель лицензии GrowFix, вы можете перевести модель в Mesh и использовать либо для собственной библиотеки, либо в каких-то других программах. Для этого необходимо сделать следующее. В GrowFix нажимаем Convert to Mesh. Правая кнопка по модели. Convert to Editable Mesh. На этом наш урок закончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok